Утро Мексика. Иду встречаться с парнем из России, который ждал меня в Канкун, пока я приеду из Юго-Восточной Азии. Вчера он прилетел в Мехико-Сити. Сегодня он летает в Тихуану. Достаточно было двух-трех дней, чтобы человек пришел в себя после всех тех переживаний, которые он испытал в Российской Федерации. Как давно в Мексике? Семь дней. Как общее ощущение от этой страны, безопасности? Ну, неплохое. То есть в центре на каждом шагу полиция, регулировщики. Безопасность на уровне. Многие говорят, что здесь небезопасно. Но я, в принципе, ни разу не встретил, чтобы было там какие-то проблемы. Почему, например, не Европа или какой-нибудь другой город не ваш, где вы могли бы спастись? Во-первых, США находится далеко. То есть у них нет договора с Россией об их традиции. Это тоже большой плюс. Ну и США безопасная страна, как бы, самая, я считаю. Понятно, были какие-то попытки найти спасение в своей стране? Попытки? Или там настолько все зашло и настолько там много участников, что действия оказали бессмысленные? Нет, а действия бессмысленные, потому что рука руку моет, да, то есть там Следственный комитет, прокуратура, то есть полиция. Это же все одно и то же, как бы, то есть здесь разницы нету, куда обращаешься, везде отписки будут. То есть смысла нет, куда-то обращаться. Понятно. А когда поедете в Тихуану? В Тихуану поеду сегодня. Переход планируете? Переход дня через 2-3 планирую. Так, понятно, хорошо. Итак, друзья, я обращаюсь к СМИ, правозащитным организациям, коллегам-журналистам, тем, кому будет интересен материал. А те, кто готовы поучаствовать в положительном разрешении этой ситуации, поучаствовать в судьбе, человек бежит из своей страны, ему нужна помощь. Что вообще случилось? Расскажите, пожалуйста. То есть я волонтер Навального, да, то есть как бы активный участник этой группы. То есть один человек, да, в Пензенской думе, к которому перешли дорогу, то есть он от Единой России. Вот, и получается, наверное, то есть он заказал или как-то, то есть они же там все заодно. Я знаю, что этот человек, он так или иначе связан с организованной преступной группировкой. Да, 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 большинство людей в Пензе это знает, вот, то есть как бы это неформальная такая информация, но да. Ну, так вот открыто вы ее говорить боитесь? Нет, так открыто, да, боюсь.